Немцы там постояли, постояли, и тушку оттуда убрали. Все тут не должны сказать, что туда вернут шуравить. А пока нас там не было, там по этим дорогам, которые невозможно было проехать, это вот такие вот, и залегли. Асмальт, размечник, ГИБДД даже на входе, фальзопад. Фальзопад забрался там, где корабль был, где батарея стояла у нас, минометная, батарея, на джилзиад. А где стоял полк там, целый город. И без нас, когда все живут. Памятник, а памятник поставили, знаешь, кому? Знаю. Да, он поставил афганцам, пленам, которые от ваших взглядов... Ну, как отчего? Капитар, Капитар Алисандр. Да, да, да. А знаете, что самое интересное, что теперь там... Алисандр Иванович, когда он встречал. О, ну, следуй, правильно. Смотрите, вы пили динамо, дышка. Там теперь, вот, в сопротивленном Узбекистане, там, в Таджикистане, там, в Таджикистане, там, да? Там же международный барон пребывает, наркобаронный, который на независимый Паджикстане кинул бешеные падки. Там дороги нет таких в Москве Ленинграде. А в Капитар Алисандр, там, где колонны шли, вот, петляли по симпатинам, поэтому попылили. Все. И живут так, как в Москве живут, на окраине. Какой там, черт, ускорбный? Там поезопас, там, белого цвета, там, давай. Ну, все. И мечта, сразу, что... Стадион там, ну, чего только и нет. Вот без нас, и без американцев, без всех. Так что лучше, чтобы они лезть, а? Последняя песня. Последняя песня. Такую, крайнюю песню. Так, сейчас она... Вот есть, ребят, сидят. Вы, брат, и словно. Лечись, возвращайся в нашу... Ребят, ищите. Песню про фальзору. Пальзопад прекрасный город переводится как-то на русский язык. Он действительно на высоте около 3000 метров на уровне моря, в долине стоит, вокруг горы, высокие. И там, собственно, это начинается перед горем Памира, и дальше, дайте, те телефоны туда, в Шарпаду, на Тибет. Очень красивое место. Речка Золото, драгоценные камни. Чего там, как нет, золото полно. Там стоял наш 800-м чайный, вот, хранитель этого села. Первый вошел там, давно, 5-го, 860-й отдельный мастер-ковый полк. Значит, всем, кто служил в Фаизобаге, почему считалось, что это рай? Да, но потери были сумасшедшие вообще. Ну, на операциях, на рейдах, на голодных это вообще, да. Так что, кругом они горе, колодных вы только доходили. Фаизобага, Фаизобага, не заради наград, мы два года тебе подарим. И лежишь ты в горах, у Памира в ногах, порыжевшие от солнца и пыли. И лежишь ты в горах, у Памира в ногах, порыжевшие от солнца и пыли. Облака уплывают в родные края, ветер пахнет черешней и хлебом. Тополя, тополя, над кокчоют шумя, упираясь верхушками в небо. Тополя, тополя, над кокчоют шумя, упираясь верхушками в небо. Что столетия, что миг, караванщиков крик, так же ехал в горах, повторяем. И верблюды придут, куда трупы ведут, меж горбами пуштунок качая. Зимний вечер упал на расщелье леска, камни песни поют, остывая. И опять до утра, над кокчоют расстера, как сгоревшие звезды белькают. И опять до утра, над кокчоют расстера, как сгоревшие звезды белькают. Фаизобат, Фаизобат, мой товарищ и брат, мы два года тебе подарили. Фаизобат, Фаизобат, ты и рай был, и ад, но таким мы тебя и любили. Фаизобат, Фаизобат, здесь и рай был, и ад, но таким мы тебя и любили. Первое письмо! Первое письмо! Первое письмо! Автомата, гитара! Может, идёт каракон? Правильно! Лабрата! Разожми кулак с регионной! Колбасу, пожалуйста! Колбасу можем сейчас! Ну что ж, время истекло… Принимающейся стартательника и его характера. Но не кончается, если желание приходить, у нас как бы штатные подпольные концерты, в ДК Орбита, в ДК Орбита, каждый месяц практически, и когда все происходит, можете узнать, у нас здесь просто первые 5 метров у нас, Мишка, досрочно заканчивается, на полную доску. Дорогие друзья, хочу для вас здесь просить в киносцену, Александр Минаев, Минаев, ты здесь? Саша Копенко, сейчас что-то здесь? Вот, товарищ Щелкин наш, тоже замечательный, тоже на сцену, пожалуйста. Дорогие друзья, хочу для вас сделать хорошее объявление, минутку внимания. Мы сейчас говорили с администрацией Гнезда Глухаря, и договорились, что с января месяца у нас будет здесь новая программа, которая пока никак не называется, но вот все, кто хочет петь свои песни, будут ежемесячно сюда приходить и петь свои песни здесь. Имеется в виду рабочее название программы «Музей войсковых фигур». Хорошее название, да? Это будет с января идти, а сейчас я хочу вас пригласить, у нас 5 лет всех поздравить с тем, что, дорогие друзья, в нашем безумном отечестве, которое то перестроится, то коммунизм построит, то что-нибудь еще сделает, сохранились нормальные человеческие слова и музыка, которые поют вот эти замечательные дуги, стоящие сейчас на сцене. И, конечно, наш потрясающий человек, который сохраняет душу, лучшую душу лучших воинов всего мира, которого зовут Игорь Николаевич Морозов. Аплодисменты. Ребята, дело в том, что, к сожалению, наше время закончилось практически. Но дело в том, что было бы очень приятно вас всех здесь видеть, потому что, к сожалению, я человек, который занимаюсь этим делом почти профессионально. Концерты, на которых Россия поет о том, что она сильная и умная. К сожалению, приходит очень мало людей. Больше людей приходят на американские группы, которые показывают жопу, извините. Вот. И так далее, и так далее. Нам очень приятно, что сегодня собрались люди, которые составляют настоящую славу нашей страны. Настоящую славу нашей страны. Аплодисменты. Аплодисменты. Теперь вы не хлопайте. Потому что самое главное в конце концерта – это вы. Это вот люди, которые видны, что это не просто мужчины. Это мужчины. Это люди, которые видели жизнь во всех ее проявлениях. Поэтому вы сейчас не хлопайте, мы вам похлопаем сейчас. Спасибо вам большое. Ребята, значит, послушайте внимательно. Внимательно послушайте, насколько это возможно. У нас есть замечательная наша Олечка, администратор нашего проекта. Вы ей дали свои телефоны. В ноябре месяце мы будем продолжать нашу порочную практику. Программа «Батальонная разведка». Я хочу сразу извиниться перед всеми остальными. Это программа, которую мы хотели с Игорем Николаевичем показывать в своей песне. Главное, конечно, он. Поэтому следующий концерт будет в ноябре. Когда в ноябре вам Оля позвонит персонально, каждому из каждого. Плюс еще у нас в интернете есть мой сайт, на котором будет висеть объявление. Где это все будет. Во сколько это будет происходить? Не уходи, подожди. Стой, стой, стой. Не уходи. Не уходи. Не уходи. Иди сюда. Не уходи, иди сюда. Вот. Ребята, ну а поскольку наш концерт называется… Как называется наш концерт? Отдай, сейчас уже не разлет. Поэтому мы заканчиваем. Мы сейчас основной программой заканчиваем великой русской песней, которая как «Люба, брався Люба», которая как «Поиска, поле», которая как «Во это не вечер». Эта песня – это пароль для настоящих мужиков, для настоящих людей, которые знают, что добро сильнее зла, которые за наших, и которые всегда победят все. Это фуфу, иностранная, сыпящаяся за нас сверху. Мы не как на войне, Она в трудненном войне, Едва взойдет над сопками рассвет. Кто не поет, тот американский шпион. Мы не прощаемся всем, Чужие слезы рядом зачем? Мы в дождь, Уходим в дождь, Уходим в 여름, ПЕСНЯ 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 Давайте продолжать побеждать Дорогие друзья, давайте побеждать в себе грязь, лень, свою дурь Побеждать свои минусы Давайте вместе это делать здесь Те, кто воевал по-настоящему, знают, что самое главное Это чтобы были вот такие боевые товарищи, которые тебя не предадут, не продадут И будут за тебя биться до последнего Нас пытаются разъединить, растащить по своим квартирам, по своим интернетам Это неправильно Давайте здесь встречаться, давайте там встречаться Давайте петь вместе, побеждать свою собственную грязь, дурь и немощь И так и будет у нас все хорошо Двух братьев, добись Батальонная разведка Двух братьев, добись, народов А вы же получаете каленки на подпаску Мы оплатим время Пацаны, я дико извиняюсь Пацаны в районе, давайте оплатим время Я, к сожалению, у меня четверо детей, у вас живо Двух братьев, дико извиняюсь